МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север. Здравствуйте! В студии Алина Волчейская. И вот о чём расскажем сегодня. В центре окружной столицы 16-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета по окну детского сада. В результате инцидента никто не пострадал. Ломать не строить. И в окружной столице снова зафиксированы случаи вандализма на общественных территориях. Есть ли спасение от безответственных горожан и зачем они портят имущество? В нашем эфире комментарии экспертов. Готов к труду и обороне? В окружной столице состоялось вручение нагрудных знаков ГТО. Виновники торжества – ученики 4-й городской школы. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска о происшествии, которое вызвало большой общественный резонанс. В окружной столице 16-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета по окну детского сада, расположенного в центре города. В результате инцидента никто не пострадал. Всё случилось накануне. 11 ноября в 14 часов 30 минут в дежурную часть окружной полиции поступило сообщение о том, что неустановленное лицо повредило стеклопакет на третьем этаже детского сада «Кораблик», расположенного по улице Ленина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что стекла повредил 16-летний подросток путем выстрела из пневматического пистолета. Местонахождение подростка было установлено. На учёте в отделе по делам совершеннолетних мальчик не состоит. Пистолет сотрудниками полиции у него был изъят. В результате инцидента никто не пострадал. Со слов подростка, ребёнок приобрёл пистолет через своего знакомого, который попросил своего отчима приобрести данный пистолет в магазине «Барс», который находится в городе Наринвар. В настоящее время по данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей мальчика. Новый случай вандализма в городе. На детско-спортивные площадки рядом с пятой школой украли уже вторую по счёту гирю. Причём не просто унесли, а предварительно срезали цепь. На территории Наринмара это далеко не первый случай хамского и бессмысленного отношения к общественному имуществу. Наша съёмочная группа решила разобраться, кто и для чего занимается подобными правонарушениями. Слово Екатерине Дементьевой. Новую площадку в Хариверской сдали 1 октября и даже не успели официально ввести в эксплуатацию. Впрочем, уже сейчас на ней не хватает спортивных снарядов. Гири на 8 и 16 килограммов попросту унесли. Кто, куда и зачем, остаётся только гадать. Возможно, стеснение не позволило людям заниматься спортом в общественных местах. Единственным решением было присвоить городское имущество себе. Поэтому оставшийся спортивный инвентарь владельцы площадки вынуждены были убрать. Это признаки, наверное, невоспитания или родители недостаточно уделяют внимания, школа и так далее. Нет такого. Нет у нас менталитета. Надо беречь, что это делано для нас. И только для нас, наверное, чтобы прекрасный город выглядел. Можно было где-то отдохнуть, провести время. Но если мы так будем относиться, то, наверное, не стоит этого делать. Хотя это, конечно, нужно делать, но, тем не менее, по такому отношению оно какое-то горечь, что ли, недоумение вызывает. Причем случаи воровства на общественных территориях то и дело всплывают то в местных СМИ, то в соцсетях. Простой пример. Благоустроенная не так давно территория в районе улицы Смедовича. Осенью рядом с центром занятости населения поселились олень, собака и зайцы, которых периодически пытаются вырвать с корнем. Горожане неоднократно возмущались из-за того, что дети, которые, в том числе с помощью родителей, забираются верхом на фигуры, могут попросту их испортить. И таких примеров масса. Светящиеся фигуры медведей в районе пенсионного фонда. На них уже появились вмятины. Смотровая площадка, или, как ее называют в народе, набережная. На протяжении всего лета там ломали скамейки и вырывали деревья. Наверное, нужно привлекать самих людей, которые, например, занимаются вандализмом, к тому, чтобы они облагораживали. Чтобы не администрация там нанимала людей, уборщиков каких-то, чтобы отстраивали благоустройство города. А как-то вылегать в эту вот саму молодежь. Многие помнят историю с мостом любви в микрорайоне «Факел». Красивый, благоустроенный объект стал магнитом не только для добропорядочных ценителей красоты, но и для хулиганов, превратившись в мост разбитых фонарей. Регулярные вооруженные, хоть и камнями, нападения на освещение привело к тому, что после неоднократной замены плафонов сейчас их просто не устанавливают. Кому сделали лучше, неизвестно. Главное, душу отвели. К вандализму относимся плохо, а вот ходим мы в основном в дневное время. Сейчас вот темно, в принципе, будет, да, в ближайшее время. Ну, наверное, конечно, лучше было бы, если фонари были, а так, конечно, плохо. Как говорят психологи, причина варварского поведения кроется глубоко внутри человека. Для многих сам факт появления чего-то нового и красивого – это своеобразный вызов. Вызов к разрушению. Дело в том, что мотив каждого конкретного случая, он очень индивидуален. Для кого-то это желание просто поиграть и развлечься, для кого-то это возможность повысить свой статус в группе сверстников, а для кого-то возможно даже желание отомстить миру взрослых. Но причина, она, как правило, одна и лежит в детстве. Но ведь злость – это то чувство, которое нельзя отменить усилием разума. Его можно только отреагировать или загнать в угол. Вот как раз запрет и предложение не показывать это чувство, это как раз тот риск загнать его очень глубоко внутрь себя. И в тот момент, когда его станет слишком много, он просто, как пружинка, отстрельнет, и ребенок, подросток сожмет кулак, возьмет палку и пойдет разрушать. И если повысить уровень психологической грамотности в семьях кажется нереальной задачей, получается, что единственным решением на данный момент является установка камер повсеместно. Но хотят ли сами люди жить под лупой, да и помогают ли в действительности такие меры? Эти вопросы пока остаются без ответа. Еще один пример – автобусные павильоны. Нарушители порядка буквально идут по пятам за теми, кто пытается сделать облик маленького города более привлекательным. Уже сейчас на противоударных стенах остановок можно видеть повреждения. Зачем это делают, увы, не понять. Остается только надеяться, что однажды молодое поколение, наше будущее, поймет, как важно сохранять то, что у них есть. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе подготовлен новый проект по сотрудничеству с университетской больницей Северной Норвегии. Соответствующая заявка направлена в Министерство здравоохранения Королевства. Об этом сообщил руководитель Департамента цифрового развития связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа Павел Окладников в ходе еженедельного оперативного совещания под председательством главы региона Александра Цибульского. Сотрудничество со скандинавскими медиками длится с 2012 года. За это время реализовано три долгосрочных проекта. Партнерами последнего из реализованных проектов инновационные технологии для повышения качества жизни на Крайнем Севере выступали Университетская больница Северной Норвегии, Департамент цифрового развития связи и массовых коммуникаций Ненецкого округа и Ненецкая окружная больница. Проект стартовал в 2017 году и завершился в этом году в Нарьинмаре совместным семинаром по неотложной помощи. Совместно с Сергеем Анатольевичем мы провели, уже закончилась стажировка реабилитологов из Ненецкой окружной больницы и университетом госпиталя Северной Норвегии. В этом направлении мы сейчас продолжаем работу по заключению очередного трехгодового контракта. В прошлый раз я говорил, что это мы осуществляем, сейчас мы уже завершили это обучение и приступаем к заключению очередного контракта. Все три проекта направлены на внедрение технологии электронного здравоохранения в повседневную практику медицинского обслуживания жителей удаленных труднодоступных поселений. Совместные проекты реализованы на основе софинансирования партнеров с привлечением грантов программы развития международного сотрудничества, которую проводит Министерство здравоохранения Королевства Норвегия. В Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов требуется врач-терапевт. Об этом сегодня в ходе встречи с депутатами окружного собрания рассказал директор социального учреждения Виктор Синявин. Кроме того, парламентарии обсудили строительство нового здания для дома-интерната и пообщались с его постояльцами. Подробности далее. В настоящее время в доме престарелых и инвалидов проживает 85 человек. Это граждане пожилого возраста, инвалиды старше 18 лет, частичные или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Это единственное учреждение такого типа на территории региона. В штате учреждения предусмотрена ставка врача-терапевта. Впрочем, она остаётся вакантной. Врачи предпочитают устраиваться на работу в медучреждения, потому как на дом престарелых федеральная программа государственной поддержки «Земский доктор» не распространяет своё действие. В Россию обзваниваю, приглашаю. Уже все условия я им говорю, что создадим для вас и подработки. «Земский доктор» есть? Нет, тогда не пойдём. В ходе обсуждения этого вопроса было принято решение предусмотреть меры поддержки врачей, работающих в учреждениях не медицинского профиля на региональном уровне. Необходимо будет внести небольшие поправки в законопроект для того, чтобы врачи могли не просто сюда приезжать, а оставаться именно для работы в этом учреждении. Это получается так. Они переходят в СКОА, и учреждения остаются без врача-терапевта. Во время рабочего визита парламентарии осмотрели помещение дома престарелых и пообщались с постояльцами учреждения. Здесь представители высокого возраста проводят своё свободное время за просмотром фильмов, чтением книг и другими занятиями. Спортом занимаемся, и нас возят в спортивный комплекс. Вот так. А рукоделием занимаетесь? Рукоделием занимаемся. На зимнюю рыбалку, я так понимаю, что вы хотели бы сходить. Да когда-то, когда была возможность зимнюю рыбалку, это отличный вид, это отдыха. Но у нас пока не получается. Зато летняя рыбалка у нас прекрасна. А для зимней рыбалки чего не хватает? Тёплая одежда? Да нет, это не тёплая одежда. Но всё-таки надо рыбное место, а до рыбного места далеко отсюда. Транспорт. Транспорт можно. Буран хотя бы один на всех. Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов располагается в трёхэтажном кирпичном здании от 90-х годов постройки. Существующих помещений сегодня уже не хватает. Поэтому идёт активное обсуждение строительства нового здания. Сейчас мы с департаментом строительства ещё раз прорабатываем вопрос по земельному участку, потому что есть ограниченность земельных участков, но у нас ограниченного времени. Мы до 15 января 2021 года должны подать бюджетную заявку для включения строительства дома-интерната в федеральную адресную инициационную программу. В бюджете федеральных средств уже предусмотрен на 2022 год. Федеральных средств 350 миллионов. И в 2023 год будет завершение строительства. И по концепции должны быть общественные места. То есть, выбирая сейчас застройку, мы должны максимально выбрать место там, где будут рядом разные общественные места. По словам Сергея Сверидова, во второй декаде ноября департамент намерен внести на рассмотрение регионального парламента изменения в закон о бюджете, где будут предусмотрены средства на проектирование здания нового дома-интерната на 100 мест. Ирина Никешина, Леонид Шешилов, Телеканал «Север». В Ненецком округе стартовал цикл профориентационных мероприятий для окружных школьников и студентов. Ребят познакомятся с спецификой работы предприятий и учреждений. Первая экскурсия состоялась по Дворцу культуры Арктика. Наталья Кислякова с подробностями. Злата Гринченко учится в 9 классе. В свободное от учебы время школьница занимается вокалом, играет на пианино и ходит на спортивную секцию по волейболу. Злата признается, экскурсия увлекла ее настолько, что ученица уже думает по поводу будущей профессии. Работа, наверное, костюмеров, потому что там очень интересно, как бы шьешь, придумываешь свой дизайн, я тоже придумываю и шью, но вот как-то схоже. Анастасия Рогожина впервые попробовала себя в роли звукорежиссера. Школьница и дома составляет свой плейлист за компьютером, но на таком оборудовании, как профессиональный пульт, работать еще не доводилось. Мне очень понравилось сидеть на месте звукорежиссера, потому что я люблю очень музыку и люблю ее регулировать на свой слух. Очень нравится с музыкой работать. Сама вот сижу за компьютером и на всякой музыке работаю. Экскурсия для ребят прошла по основным подразделениям Дворца культуры Арктика. Школьникам показали работу изнутри. Ребята посетили закулисье, познакомились со спецификой деятельности звука и светорежиссеров, специалистов мультимедиа, техника сцены и других сотрудников. Специалисты рассказали, в чем состоит их работа. Также посетили комнату костюмеров, где костюмеры показали свой объем работы и как они что делают. Профориентационные экскурсии проводятся для ребят восьмых-девятых классов Центром занятости населения совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних. Цель экскурсии – познакомить школьников с профессиями, которые наиболее востребованы в округе. Вообще у нас в городе не так много учебных заведений, поэтому мы все-таки ориентиры делаем на те профессии, на которые можно обучиться у нас в городе. Подобные экскурсии пройдут также в коммунальном предприятии «Чистый город» и на Ринмарском горпо. И в завершении выпуска новости спорта. В окружной столице состоялось вручение нагрудных знаков ГТО. Виновники торжества – ученики 4-й городской школы. На протяжении года ребята с 1-го по 11-й класс сдавали нормативы. Ольга Русул пообщалась с самыми сильными и ловкими школьниками. Третьеклассник Кирилл Рочев к труду и обороне готов. Особенных сложностей при сдаче нормативов не испытал. Считает комплекс обязательным и очень нужным. Как ты считаешь, нужно вообще ГТО сдавать? Да, нужно. Ну, потому что мне говорили, что можно в любой университет устроиться. Но если будешь ГТО сдавать. А ты же думаешь о том, что в университете сдавать? Да. А куда ты хочешь? Не знаю еще в какой. В любой? Да, без разницы. Главное, хорошее образование. Ученица 4-го класса Настя Хозяйнова обладательница серебряного знака ГТО. Девочка говорит, что результатом довольна. Некоторые были сложно. Там надо было наклоняться вниз и доставать до носков. Тебе тяжело было? Да, просто растяжка не очень хорошая. Как считаешь, нужно сдавать на значок ГТО? Да. Почему? Ну, потому что это как бы относится к спорту и, ну, это труд. И когда ты получаешь значок, это очень хорошо. И родители радуют. Знак отличия комплекса ГТО награда, вручаемая участникам за успешное выполнение нормативов испытаний в виде знаков отличия различного достоинства. Бронзовый, серебряный и золотой по аналогии с медалями в большом спорте в каждой возрастной ступени. Всего их 11. Сейчас мы будем награждать серебряными и бронзовыми значками. Специально для фиксации сдачи норм ГТО к школьникам приходили сотрудники спортивной школы Олимпийского резерва труд. Часть нормативов ребята сдавали во время уроков, часть на различных массовых спортивных мероприятиях, лыжных гонках, забегах и марафонах. У детей, особенно у младших классов, это было как соревновательный этап. Они заинтересованы в сдаче норм ГТО. И я считаю, что это правильный подход, так как мы развиваем спорт, мы его вводим в массы, и это большой плюс для нашего округа. Сдать нормы комплекса ГТО несложно, правда, здесь важна физическая подготовка. Виды испытаний, входящие в состав комплекса, направлены на оценку уровня развития силы, выносливости, быстроты, гибкости, координации, а также владения прикладными умениями и навыками. Дети, многие, которые получили серебряный или бронзовый значок в одной ступени, пытаются уже сдать снова на золотой. То есть они в одной ступени могут иметь несколько значков. Система ГТО является стимулом для занятий спорта молодежи и взрослых. Нормативы увеличивают выносливость, координацию, умение рассчитывать свои силы и потенциал. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. И это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды спонсором выпуска, которого является группа компании ЛСР. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире.